Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов, с вами Народный Батюшка. Мы гуляем и дышим воздухом. Естественно, дыша этим воздухом, мы радуемся жизни. И я вам только что провел беседы о космическом христианстве. И в первой мы говорили о том, что с развитием понимания человеком пространства, в котором он живет, естественно, должна развиваться душа человека, чтобы охватывать любовью своей все познанное пространство. Так как мы сейчас познали уже и космическое пространство, то Отец Наум нас в своей книжечке учит быть вселенскими молитвенниками, чтобы не только земное охватывать, но и, как он говорит, всю Вселенную с собой сохранять. Так вот, христианство – это естественная форма жизни. И я вам уверяю, что это самая естественная форма жизни. Те, кто думает, что христианство ущемляет проживание и от него труднее жить, – они ошибаются. Это надо только войти в это христианство с его постами, с его запретами и разрешениями. Но самое главное – войти в его осознание личности своей. И тогда получается, что вот вы-то думали, что вы просто домохозяйка, или там какой-нибудь чиновник, или еще что-то. А на самом деле вы отвечаете за Вселенную. О, как! Так вот, я в той, в предыдущей беседе начал говорить о том, что, конечно, это все требует как бы определенной новой нравственности. Казалось бы, новой нравственности. Но если мы с вами начнем задумываться, а какова христианская нравственность сейчас, то мы увидим, что Христос-то ее уже объявил, всю ту, которую нужна нравственность. И она складывается не из законов поведения, как мы иногда называем законы Божии, а она складывается из состояния людей, которые становятся христианами. И вы помните, что эти состояния кроткий, милостивый, миролюбивый, правдолюбивый, терпящий и, самое главное, радующийся и веселящийся. И это не просто радующийся, веселящийся, а тот, кто терпит за Христа и несет Христов крест, и при этом, естественно, чаще всего получая какие-то особые наказания или попущения, конечно, еще и страдает. Тем не менее, само качественное состояние человека еще не говорит о том, что у него нет правильных нравственных каких-то принципов. И вот эти правильные нравственные принципы на самом деле ключевая роль христианства или главная роль христианства, которая должна была принести в этот мир мир, принести общую любовь, общее делание. И это принципы, хотя они и перешли частично некоторые из Ветхого Завета, но на новом христианском ладу они распространяются не на просто какой-то один святой народ, а уже на все человечество. И это принципы те же самые простые. Не убей, возлюби ближнего своего, не делай другого того, что не хотел бы себе. Вот это все такие вот нравственные. Но с культурными особенностями народов эти принципы немножечко меняются в своем составе. Оставаясь общечеловеческими, они приобретают национальные какие-то черты. И, к сожалению, вот это-то, вот это-то часто их и портит. То есть до сих пор остаются народы или люди, которые считают, что ближним может быть только их семьи, например, человек. Ну, я вот бывал на Кавказе, бывал в семьях таких ортодоксальных, в том числе мусульманских. Действительно, любой родственник для них просто, просто одно и то же, грубо говоря. Тем более, если вы родились в какой-то особой семье, у которой есть особые там корни, и она входит в некий состав этих семей, высоких, как говорится. Я вот был в семье, которая четверка высшего состава, вот такого национального. И когда мы ехали с моим другом, и оказалось, что на постах стоят милиционеры, стоят, значит, какие-то охранники там, заповедника, например, то они как-то умудряются переброситься с водителем, какого он рода, какого он племени. И слыша, только слыша, что он из этого рода, во-первых, нас везде пропускали, но когда в одном месте оказался из этого же рода охранник, то нас напоили, накормили. Ну, там они все спрашивают шашлык, чай, кофе. И шашлыком накормили. Уже было, в общем-то, время. Но, как только выходило за круг семейный вот это рассуждение о ближнем, так, к сожалению, да, появлялись разговоры о народах, которые некачественно живут, о семьях, которые неправильно имеют в своем составе, в том числе и смертников, так называемых. Ну, это такой пример я сейчас привел, не, хотя сказать, что так вот на Кавказе развито, но это во многих местах развито. Мы-то, если русских сказать, что русские не могут, у них нет такой вот, и да есть, да есть. Сколько хочешь, точно так же можем соседей по селу или соседей по деревням неправильно воспринимать. Кстати, вот, вот мы идем в сторону Нижнего Ландиха. Так вот, Нижние Ландиховцы никогда не любили пестяковцев. Они всегда утверждали, там ляхи живут, там не наши. Ляхи. Ну, ляхи, да, тут действительно жили, тут действительно пришли когда-то с Андреем Ольгердовичем ляхи. Но ляхи-то, это те же русские славяне, это те же самые, как говорится, православные. И поэтому, как они их отличали? Я очень с трудом знаю, хотя те и назывались ляхи, но после того, как их крестоносцы в свое время разгромили, они разошлись по разных местам, в том числе Болгарии, там, Сербии ляхи. Ну, на Русь много пришло, но к 1900 году 75% дворянства состояло из так называемых вот этих ляхов. Если бы я вам назову черкасские, пожарские, трубецкие, все это ляхи. Ну, как можно было вот из одного села не любить другое за то, что они ляхи? Ну, вот было, да и сейчас в какой-то степени остается. Так вот это-то и есть некие искажения нравственности христианства, которые должны быть искоренены. То есть, вот такое общее христианство, космическое, можно, как говорится, христианство, оно не сможет потерпеть вот таких, смотрите, красота там какая, да? Вот таких мелких, что ли, национальных, культурных или культурно-нравственных придировок, поскольку в этом есть ущемленность Христа. Христос не может каких-то людей считать любимыми, а какими-то нелюбимыми. Дятлы нас всегда привлекают, эти дятлы. Стучат они здесь. Ну, я-то увижу, а вы-то не увидите. И что скажете вы, как это преодолеть? Больше того, я сейчас вижу, что ну, настолько странные бывают выражения у некоторых, в том числе якобы верующих, которые, например, начали себя называть настоящими русскими, потому что они язычники и начинают оскорблять Христа. вы видели в Кремлевском храме как женщина-служительница тем, что это еврейская религия. Как еврейская религия? То, что Бог Слова решил прийти и научить этот народ этим нравственным принципам, зная, что этот народ запишет, запомнит, что-то обдумает и действительно в нём можно будет сохранить Слово Божие, это же совершенно не значит, что этот народ выработал эту религию, эту нравственность и принёс другим христианство. Поэтому, дорогие мои, если вы в себе находите какие-то элементы вот такого думания о каком-то народе или даже религии, как о неполноценных или каких-то ущербных, недоразвитых, а то ещё начинают обзывать там, а, они зверьки, а, они ещё что-то, то вы нарушаете принцип христианства, принцип всеобщей любви. Христос и не обещал, что все сразу станут христианами и все сразу станут православными. Христос не обещал, что все сразу начнут вести себя так, как Он обещает. Христос обещал, что Он выберет кого-то из человечества, сделает своими сынами и дочерьми, и только они смогут выполнить то, что Он им велит и быть теми самыми передовыми людьми человечества, которые своей нравственностью способны охватить своей душой и всех остальных. Вот ведь как? Вот ведь как? Поэтому на самом деле и по большому счету у христианина нет никаких противостояний с другими религиями у православных. Ну просто как? Ну вот кто? И у христианина нет никакой нации ущербной, которая не способна в конечном итоге стать какой-то более развитой в христианстве, чем какая-то сейчас продвинутая себя считающая нация. Так ведь считалось, что вот вообще считалось, например, что русские не могут быть христианами какое-то время. Грехи пришли их просвещать, просвещали только на княжеском уровне, а все остальные уже они ничего из себя не представляли. Но я считаю, что сейчас русское православие это самое передовое христианство. Больше всех осознающие, больше всех способные полюбить всех остальных. Если кто считает по-другому, ну, это ваши проблемы, это ваша узость мышления. Вот так. Поэтому еще раз повторяю, если у вас есть какие-то вот такие понимания кого-то ущербным, недоразвитым и неполноценным, видящих какие-то религии. А религии есть еще и действительно странные, скажем, кто-то теперь даже иногда религию сатаны поднимает. И вот начинаем на них злиться. Так, я не знаю, только жалости такое поведение их требует. Так что ищите в себе общую, космическую, вот такую общую любовь. Да водите молитвой своей себя до такого состояния и осознания. Просите у Господа понимания того, что представляют из себя другие, чтобы не быть все время в осуждении, в раздражении, во вражде, в гневе. Иначе ваша нравственность не получается христианской. Только по названию христианской. А внутри она так снаружи блестит, а внутри сами знаете, что. Все. Здоровья вам всем, радости. Вот вам еще нашей красоты немножечко, которой мы идем и краем глазом любуемся. Конечно, солнышка нет, но картины невероятные. Смотрите, какое дерево. Чудо Божье. Как вот Господь из холодных ледышек дает нам столько радости. Всего здоровья вам, всем радости. Аминь. Лед – белый apple слева shabo т fried INS Продолжение следует...